Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала Якутия 24, старая добрая программа «Один из нас», которого вот уже энное количество лет, с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Я помню, март 2020 года, и с Ольгой Валерьевной мы собирали старые еще темные студии и говорили про неслыханное явление, которое началось в Китае, COVID-19. Это было три года тому назад. Мы тогда не знали ничего, мы были подвержены той огромной волне информационной атаки, показывали видео, когда в Китае люди шли, падали замертво. Мы просто представления не имели, что же будет. Но республика готовилась, были приняты определенные меры. Это потом случился нулевой пациент, это потом случились и волны, и дельты, и омикроны всего на свете. И пора, наверное, все-таки нам немножко поставить точку в том разговоре, в котором мы затеяли три года тому назад. Мы промежуточно еще и много раз говорили, почему мы заходили в красную зону, что нужно сделать для врачей и тому подобное. И еще одна давняя моя знакомая, хорошая знакомая, Капитолина Алексеева. Дело в том, что в руках она держит замечательную книжку. Многие читатели того же Сахалайфа, сетевых различных изданий, журналисту очень активно вам делали промоушен в вашем эссе, который вы посвятили вот этому же явлению. Да, на самом деле так. По сути, Сергиляхская затворница, которая провела большую часть из этих трех лет. Да, в основном на даче. В том режиме, в котором и многие там сидели. Многие там сидели, очень многие. Давайте мы поговорим сегодня о том, что же все-таки нам пришлось пережить за эти три года. Что это было и как и власти, и население, и те, которые освещали в моем лице эти события, как мы все-таки через это прошли, сумели ли сохранить свое лицо, сумели ли донести те вещи, которые на самом деле нужно было донести. Давайте, Ольга Валерьевна, с вас начнем, потому что в отсутствие Василия Сергеевича главный по ковиду это вы. Это бесспорно. Ну да, неожиданно я стала вдруг главной по ковиду, да. Почему сегодня? Сегодня, потому что буквально на прошлой неделе Татьяна Алексеевна Голикова, руководитель оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции по Российской Федерации, провела очередной оперативный штаб, который ранее у нас происходил каждую неделю, и наконец-то дала ту установку, которую мы ждали очень долгое время. Она, в общем-то, дала установку, что с 1 мая мы можем начинать мониторинг волн ковида один раз в неделю. То есть уже с 1 мая ежедневных сводок, соответственно, не будет, а будут сводки у нас один раз в неделю, и уже этот период позволяет определить его непосредственно распространение. То есть постепенно мы пришли к тому, чего долго ждали с самого начала. А формирование, ну, вначале мы ждали вакцину, потом, соответственно, формирование коллективного иммунитета и ослабление вируса. И вот можно сказать, что такое вот именно последовательное ослабление вируса, оно как раз вот к нашему эфиру, так сказать, и подошло. Если же отвечать на ваш вопрос, что это был, это был вирус, который я не устану это говорить. Мы есть люди, есть животные, есть вирусы, мы все вместе существуем на одной планете. Иногда люди агрессивнее ищут относительно друг друга. Иногда мы боимся животных, или животные боятся нас. В данной ситуации это были наши взаимоотношения с вирусами. Как бы это ни звучало, но это именно так. И он был очень агрессивен. И, конечно же, до сих пор мы понимаем, что та работа, которая проделана, нам удалось лучше всех, в принципе, в стране сохранить человеческие жизни. Но каждая жизнь была прямо вот у медиков на счету и боролись за каждого. Капиталина Капитоновна, еще раз. Вы являетесь автором вот этих эссе, которые... Ну, на самом деле, я прочитал на одном дыхании буквально за вечер эту замечательную книгу. Со многим соглашусь. Есть вещи, с которыми я поспорил бы с автором, возможно. Но отказать нельзя в одном. Это то, что мы говорили о... С самого начала говорили. Есть группа риска. Это пожилые. Вы рекомендовали лично мне увези маму на дачу, приводи продукты, оставляй там. За кадром я тебе так и сказала, Дима. Да, вот я говорю для всех, для пожилых, сохраните пожилых. Для вас очень важно сегодня сохранить род. Род, естественно, укрепляется старшим поколением. И с этим я выходила. И нужно сказать, что именно старшее поколение это слышали. То есть если был ряд людей, которые слышали лишь только цифры, о которых там выходила и говорила Балабкина в маске или без маски, то старшее поколение слышало вот и сейчас, встречаясь с людьми, они говорят, мы вас слышали. Да, мы поняли, потому что я четко говорила, нужно сохранить род. Мы сильны только своими родовыми связями. Почему я тебе за кадром сказал? Дима, что же сделала, доброе дело. Купи продукт и увези маму на дачу. Я потому что знаю, что она уже у тебя и возрастная, и дай бог ей здоровья. Поэтому, естественно, когда капитана начала говорить о своем отношении, мы стали это читать в Сахалайфе, да, я поняла, что обратная связь есть, и власть услышана. Вот, вы на 200% относитесь к группе риска. Мало того, что, я еще раз, конечно, невежливо говорить про возраст, но мы люди с вами... Я не скрываю, Дима. Прошедшие, опытные, скажем, люди. Но вы еще и боролись с не менее тяжелым недугом, который, на самом деле, наверное, ослабил очень ваш организм. Конечно. Это онкология. И поэтому, вот как представитель группы риска, вот сидящий, который пережил ковид, как изменилась Капитолина Капитоновна Алексеева до пандемии, и какова она сейчас? Давайте мы вот это попробуем. Ну, дело в том, что, конечно, о том, что идет пандемия, мы слышали, конечно, из средств массовой информации, от нашего оперштаба, и как-то вот воспринимали как-то более спокойно. Но в связи с тем, что мы пожилые люди, действительно, у кого их в нашем возрасте нет болячих, да, хронических, особенно вот, например, у меня и возраст, и вот этот, и все мои запасы болезней, мы быстренько собрались и переехали на дачу, дети мои это все организовали, и вот основную часть ковида я скрывалась на даче. И даже вот в ту холодную зиму мы там зимовали, и все было нормально. Ну, я думала, ну, тут на Сергеляхе уж со мной ничего не случится, да, но мы поняли, когда это все ударило нам по мозгам, что это, оказывается, очень опасная зараза. Очень опасная зараза. И тогда еще не было вакцины, еще народ не вакцинировался, и народ еще это все особо не верил. Они думали, ну, и что там, китайцы болеют, ну, их много, полтора миллиарда, ничего с ними не случится, да. Ну, как-то вот, ну, народ наш, знаете, типа, с нами ничего не случится. Врачи, апперштаб предупреждал, значит, пожилые люди, у кого хронические болезни, берегите своих. А молодежь решила, что они не будут болеть. Первый раз, когда меня, первый раз я заболела ковидом, это было в июне месяце. Не знаю, как меня угораздило заразиться, наверное, от волонтеров, которые подносили регулярно продукты. Значит, я смотрю, в больнице лежу в пульмонологии, и там очень много молодых. И я подумала, ой, оказывается, и молодые сильно болеют. Старых было мало. А потом говорили, что дети не болеют. Ну, и дети, оказывается, тоже болеют. А потом, значит, ну, вакцинация. Но тут про вакцину, про вакцинацию – это отдельная песня. Как наш народ не хотел вакцинироваться. Все стали эпидемиологами, все стали вирусологами, все стали врачами, диванные эксперты. Они все рассуждали, где-то вакцина, кто изобрел вакцину, Господи. Я говорю, когда нам делают вакцинацию при рождении ребенка от БЦЖ, когда от кори делают, там, от каких-то болезней, да. Мы разве интересуемся, кто изобрел эту вакцину? Кто когда выпустил эту вакцину? А тут нет, мы все такие шустрые, мы все такие умные. Значит, оказывается, зарубежные вакцины. Лучше, почему мы своим должны вакцинироваться. А потом, значит, это была очень большая информационная война против вакцинации развернута. И люди же поверили во все это, особенно в лусах. И вот они говорят, я спрашиваю, откуда вы знаете? Они говорят, из телефона. Они узнали из телефона. А в телефоне же очень много фейковой информации было. А наши люди привыкли доверять то, что написано, не вырубишь топором. И вот это пожилое население, вот я была свидетелем, когда разговаривали две женщины, учительницы из Улуса. И вот одна другой рассказывает, вот у меня дочь, значит, заставляют на работе вакцинироваться, иначе уволят. А я ей сказала, увольняйся. Вот до этого доходило. Ну, это вообще, конечно, это было кошмарное время. Но меня за эти годы угораздило заболеть три раза. Особенно тяжелый был второй, когда осенью. Это было ужасно. Я предупреждала всех. В своих эссе я писала. Вот наш оперштаб работает. Значит, никто по пять часов, скорая помощь в очереди стоит. Потому что я узнала, что в других городах скорые помощи привозят тяжелых больных и не могут своего больного сдать. Или же в какой-то, в Воронеже, в каком-то городе люди лежат на полу, и им делают капельницы. Потому что коек нету, мест нету. И вот я предупреждала, у нас ресурсы, медицины не предусмотрены, что заболеет весь город. Там койка где-то на 240 мест, где-то на 300 мест, где-то на 120 мест. Но они же не рассчитывают, что тут весь полгорода заболеет. Естественно, этой возможности нет. Естественно, нет возможностей, допустим, лекарств, физрастворов, этих всяких уколов. Вот это, они выпускали по мере своих возможностей. Они зачем лишнее-то будут выпускать? И потом, значит, а вдруг все врачи заболеют? А кто нас будет лечить? Вот об этом я все время предупреждала и говорила. Друзья, товарищи, пожалуйста, носите маски, мойте руки, нигде не шарахайтесь, сидите дома. Ну что вам трудно? Значит, говорят, воздуха не хватает. Я говорю, ну как это воздуха не хватает? Воздуха не хватает. Воздуха не будет хватать, если будешь лежать при анимации, и тебе не хватит аппарата ИВЛ. Вот там тебе точно воздуха не будет хватать. Или воздуха не хватает врачам, которые не выходят из больницы и которые сутками работают там. В этих скафандрах жутких. Ну я три раза в больнице была, я видела, в каких условиях они работают. Я говорю, вот им реально воздуха не хватает. А вам-то что воздуха не хватает? Сидите дома, дышите вот этим воздухом, что дома есть. Ну в общем народ у нас вот такой немножко безнаберный. И нам надо было добиться, нам надо было добиться, чтобы у нас был этот коллективный иммунитет. Если коллективный иммунитет, я узнаю, что тогда мы как-то защищены. И вот этот бедный оперштаб, эти две блондинки, да, они бедные выходят, уговаривают нас, пожалуйста, идите, вакцинируйтесь. Нет, мы не будем вакцинироваться, потому что у меня будет бесплодие, потому что я не хочу вмешиваться. И еще вот я все-таки хочу подчеркнуть, что некоторые врачи проводили подрывную работу. И не только здесь, везде. Везде проводили подрывную работу, они говорили, я одной своей знакомой говорю, ты почему не вакцинирована? Она говорит, а у меня сосед врач по даче. Он сказал, ни в коем случае не вакцинироваться. Ну это что? Вот как вот? Вот я не знаю, как это расценивать. Ольга Валерьевна, были такие случаи реально, что работники лечебных утверждений, ну скажем так, они были антиваксерами. Да, у нас и среди работников медицинских учреждений, среди медицинских работников в том числе были антиваксеры. И в общем-то мы это прекрасно понимали. Своего рода, конечно же, старались проводить работу. Понимали, что есть понимание и обязательной вакцинации. Для нас была очень важна первая задача, которой я уже не раз так говорила, это не допустить санитарных потерь. Вот эти вот такие грубые слова, которые сейчас, особенно в условиях специальной военной операции, они считаются такими уже в обыденном, но в тот период услышать такое понятие не допустить санитарных потерь, значит сохранить врачей. Может быть, сохранить медицинский персонал. Потому что когда мы в первый раз зашли и осмотрели с главой республики пульмонологический стационар, где он будет размещаться, мы даже представить себе не могли, какое количество код нам еще понадобится. То есть был прогноз, мы понимали нам, сколько нужно. И тогда вот как раз у министра здравоохранения республики Елена Афраимовна Борисова, я сказала, что у нас с кадрами. Она говорит, что у медиков все очень четко. То есть вот вначале у нас есть составы, значит, врач, значит, медсестра, санитар. Я говорю, что дальше? Она говорит, если нам будет не хватать, то медсестра встанет на место врача. Я говорю, дальше. Она говорит, дальше так. Все медики были точно мобилизованы. Мы были мобилизованы в том числе по районам, в Алданском районе. На тот момент главой района был Северин Николаевич Позняков. Он медик, он эпидемиолог. И когда мы приехали, он руководил там оперштабом. Первый вопрос, который он задал Елене Афраимовне, он говорит, какой я, ну, жена у него тоже супруга медик, и он сказал, какой я у вас в очереди? Елена Афраимовна говорит, ну, как положено, по мобилизации. Он говорит, ну, прям огромная просьба, да, значит, вначале поставьте меня потом супругу в этот вот список возможного привлечения, да, медик. Он же сам медик, да? Да, он сам медик, потому что они оба медики, потому что у нас девочка заканчивает, условно говоря, выпускной класс. Для нас это было важно. Конечно, это все оставалось за кадром. Да, это все, вот эта вот вся колоссальная работа, в том числе, о которой говорит капитан, она как будто бы была за кадром, но она была. То есть мы потенциал смотрели и рассчитывали даже на самые худшие случаи. Никто для нас вначале тоже было непонимание, что значит нет масок, да? Ну, когда мы начали понимать, что, почему нет масок, оказалось все очень просто, да? Частично маски находятся в стадии, там, значит, их комплектующие находятся в Китае, и, соответственно, значит, с учетом той потребности, которая есть в Китае, мы не могли быть просто по определению с масками. И поэтому я выходила и говорила, пожалуйста, шьем маски. Я выходила и говорила, это глава муниципальных образований. Я выходила и говорила, пожалуйста, шейте маску сами. Просто шейте маску. С одной стороны, должна ли власть так говорить, да? Власть должна обеспечивать. Но тогда, когда реальность такова, что, ну, их нет. И это объективно должно было быть понятно всем, но, наверное, страх немного все-таки всех вот привел в такое состояние. К маскам я перебью. Но сложился же тренд, даже модный некий тренд, актуально, наверное, среди дам. Нет, нет, нет. Начали шить с какими-то стразами, с бахромой. Нет. Да, это есть. Конечно, аксессуар уже прямо пошел, потому что сейчас смотришь не только из Китая, тик-тук ролики и так далее. Модели ходят с масками, с различными принтами, бахромой, со всеми делами. Дима, ну, законодателем в этом вопросе являлся руководитель Роспотребнадзора Республики Маргарита Егоровна Игнатьева. Она на один из оперштабов, значит, пришла в маски. Мы на нее смотрим, и она так поворачивает лицо. Значит, вот обратите внимание, у меня вот здесь, соответственно, значит, там есть какой-то там королевский значок, да, какой-то у нее тут был. Мы сразу, о, Маргарита Егоровна, все понятно. Можно было так, да? Да, можно было и так, да. В то же время мы понимали все прекрасно, маска – это история, конечно, не профессион индустрии. Да, маска – это история, которая должна была сразу уничтожаться, она не должна там собираться, складываться. Ну, то есть, это исключительно такая вот стерильная часть, которая касается лица. Ну, еще нюанс. Вот, Капиталин Критонович, наверное, солидарен буду с вами, да, когда вы пытались в своих опусах, которые до многих читателей доходили, до меня в том числе тоже, когда… Вот, бедный оперштаб, бедный оперштаб. А что бедного-то? Ну, кстати… А потому что их все ругали. Понятно. Их все ругали. Я тоже… И мне их было жалко. Я тоже… Бывало дело, когда предприниматели, скажем, загасили немножко там и так далее, что оперштаб творит? А вообще, что из себя представлял оперштаб? Давайте раскроем карты. Подожди, Дима, я скажу. Все думают, что оперштаб – это, значит, Балабкина стоит каждое утро, рассказала и пошла домой. Все так думают. А на самом деле, какую они работу проводили, это же трудно даже нам представить. Я просто своим жалким умом доходила, что сколько надо КТ, сколько надо МРТ, сколько надо рентгенаппаратов, сколько надо физрастворов, сколько надо вот этих всех систем, да? Я сама доходила до этого. Это была их работа, чтобы достать, чтобы привезти. Вот эта работа была невидима. Невидима совсем простому человеку. Понимаете? Вот теперь говорите. Буквально один день из жизни оперштаба. Давайте вот так вот. Вольное сочинение. Да, вольное сочинение. Ну, вот уже, капитан, мне не переплюнуть части подготовки СТ, да, вольное сочинение. Оперштаб большой, он состоял, конечно, это был коллегиальный орган, которым руководил глава республики Саха-Якутия. Вначале, значит, я действительно руководила оперштабом, до тех пор, пока не была дана установка, значит, всем главам субъектов, когда Сергей Собянин стал, значит, руководить вот этой группой отдельно по коронавирусу, везде главы субъектов стали руководителем оперштаба. И основные заседания у нас проводилось двух видов. Асен Сергеевич проводил заседание два раза в день, первые, наверное, полгода, на котором сидели не больше шести, семи человек. Мы разрешали ситуации, которые требуют такого стратегического базового назначения. Анализировали, куда она пойдет и когда, какая волна проходит. То есть сколько у нас больных, все ли мы меры приняли. Ну, прежде всего, мы уже принимали меры в первый этап, вот если вспоминать о том, как мы блокируем. Для блокировки, конечно, было очень важно отслеживать все движения. Вот Маргарита Игнатьева, она очень часто говорит о том, что мы знали практически все в каждом улусе, о том, где кто куда ходит и почему для того, чтобы нам необходимо было прежде всего блокировать очаги, которые возникают. Потом наступил период, когда мы поняли, так, блокировка общих очагов, уже принимаем другое решение и уже выбиралась другая стратегия. Параллельно, соответственно, я сразу собирала всех, вот мой это был очень большой состав оперштаба, все собирались в клеточке порядки ВКС. Это прежде всего докладывал в начале Минздрав, потом РПН о тенденциях, а потом начиналась уже отработка каждого момента. Где открываем тот или иной стационар? Идет увеличение. Через сколько мы его видим? Столько-то. Значит, просим, здесь же сидит ректор СВФУ. Антолий Николаевич, дайте нам, пожалуйста, то есть не надо было писать письма, да, какие-то. Антолий Николаевич, Лена Фреймна сейчас на вас выйдет. Значит, общежитие какое освободите? Такое-то. Минобразование, что для этого сделаете? Переговорите с родителями и на сайте разместите, значит, по поводу, значит, на сайте СВФУ разместите, как со студентами поступаем, да, значит, в обязательном порядке. Что делаем со студентами такими-то? Что произошло в намцах, да? Значит, закрываем салбанцы, РПН приняло решение. Коллеги, там что произошло? Хлебопекарня закрыта? Хорошо, куда привозим, значит, непосредственно хлеб? Глава Намского Луса говорит, у меня там есть вот гора. Я говорю, хорошо, на эту гору кем привозим? Лепчиков, соответственно, в ГУСКОМОБЖ говорит, хорошо, на эту гору мы привозим, значит, там, есть две танкетки. Вторую танкетку где возьмем? Она есть у предпринимателя. Юрина Кенчева, ее решите. И так происходило каждый день. К вечеру мы выходили, ну, в 12 я выходила и говорила к коллеге, у нас тенденция, которую я смотрела по медицинским показаниям, да? Наталья Иннокентиевна Маркова мне давала общую картину и до сих пор, вот теперь будет уже один раз в неделю, мы с ней будем общаться. Она давала мне картину, она говорила, вы говорили, но у меня что-то с беременными, то есть у меня пошли беременные, тяжелые. Соответственно, значит, я выходила и говорила, пожалуйста, берегите беременных. Есть тенденция, мы не можем их удержать, потому что еще методика, значит, несовершенна. Нам очень важно. И докладывала по каждой беременности, докладывала по каждой смерти. Исходя из этого, я уже выходила и кроме цифр говорила, сегодня желательно не ходить туда-то, да? Сегодня желательно сделать то-то. А с другой стороны казалось, что, ну, а что она вдруг там вышла, что-то там говорит. Это была такая вот прям каждодневная, это было каждый день. Вот Степану Саргадаеву доставалось больше всего как министру молодежи от меня, да, потому что они работали с волонтерами. 122 открыли, волонтеры, старикам довезите, да? Значит, в обязательном порядке, чтобы это развезли. Что у тебя войдет в этот набор? Вот это, вот это. Вы мнение спросили снизу? Министерство инноваций, коллеги, что подготовили? Они говорят, у нас есть предложение подготовить карту. Вот эту карту сегодня показываем, да? Микрорайоны города вот такие-то. И так в каждом районе. Что-то происходит в Сунтарах. Что делаем? Выходим на недропользователей, да? Недропользователю предлагаем вариант, ну, того, как разрешить ситуацию. Недропользователю нам нужно достроить дорогу. Мы говорим, пока мы ваших не вылечим, мы не дадим вам достроить дорогу. И это было каждый день. Вот, вот как они работали. А еще же надо было где-то аппараты КТ искать. Да, ну вот, как бы это вот. Запчасти. Запчасти. Потом запчасти искать, лекарства искать. А потом, значит, градусники те же. Это же все не хватало. Когда полгорода лежит больные, а я, значит, это, я слышу на даче, вот с воем пробегает эта машина скорой, а мы с Зинаидой Сергеевной говорим, опять кого-то без зод спасать. Потому что, ну, действительно, ну, просто так же на дачу ночью не приедут, это скорая помощь. Потом меня, знаете, что восхитило? Меня восхитило. Я два раза в стационар попадала. Первый раз я в пульмонологии. Слава богу, там все обошлось очень хорошо. Второй раз осенью это был очень тяжелый, очень тяжелый случай. И очень много было жертв. Очень много людей болело. И это была очень высокая температура у всех. И все были, у меня, например, была температура 6 дней, 39,8. 6 дней и утром, и вечером. И на пятый день я начала уже плакать. Потому что это было очень тяжело. И вот я попала, знаете, что, на столухе на 5, по-моему, да? Обсерватор. В общежитии сделали обсерватор. Все прекрасно, все условия есть. Кушать приносят, врачи ходят. Значит, все в скафандрах убирают, палаты убирают два раза в день, влажная уборка. Прямо все было как отработано. Третий раз. Это, значит, последний случай был. Сказали, ну, на самом деле, очень много случаев, что за... Я думаю, боже мой, как сейчас обойдутся. Открыли триумф, по-моему, да? На Дельте мы открыли триумф. На Амикроне мы открыли триумф. Да. Открыли триумф. Я так порадовалась. Думаю, господи, кто это придумал? Действительно же, люди сидят, не могут попасть ни на КТ, ни на врачу, никуда. А тут они придут в триумф. Круглые сутки. И они пройдут там. И моя дочка туда попала. Она в 12 часов ночи чувствует себя очень плохо. Завела машину, поехала. У нее ПЦР взяли. И уже буквально через часик у нее был диагноз на руках, что у нее положительное ПЦР. Вот видите как? И я думаю, я так гордилась тогда нашими девочками, которые... Ну, для меня они все девочки. Все же молодые. Я так гордилась ими. И думаю, как они молодцы. Какие молодцы, что это придумали. А иначе же это было бы не справиться. Это был бы такой заван. И отчитывали, что в первый день в триумф пришло 1200 человек. 1200 человек. По-моему, да, такая цифра. А где бы этих 1200 человек в поликлиниках бы обработали? Какие возможности у нас в поликлиниках? Сколько бы они заразили там поликлиниках? Сколько еще заразили бы? Они бы, безусловно, заразили. Правда, в первый день, как только мы... Ну, бывает же понятие, да? Проявили инициативу. Открыли триумф. Не тогда, когда мы его объявляли, да? А открыли его, значит, просто вечером. И, соответственно, поток пошел. И наступил тоже такой определенный ступор, да? И наши... Взяли, и вот с этим ступором закрывают дверь. А триумф уже имеет две двери, да? И, соответственно, люди побежали с другой двери. Значит, начинается какая-то общая паника. Я говорю, Лена Николаевна, она уже тогда была министром. Я говорю, успокоились. Открыли все двери, людей развели, принимаем людей. У нас нет другого выхода. Если люди приходят, значит, это им важнее сегодня. У нас нет другого выхода. Работаем на людей. Ни на улице, никуда. Заводим в помещение. Никаких закрытий дверей. И уже с утра пошло более... Каждый расселся, да, и так далее. Я всегда над медиками смеялась, когда мы зашли в триумф. Мы когда с главой приехали посмотреть открытие триумфа за сутки, они при большом триумфе немножечко так скопились в одном месте. Я говорю, вот вы привыкли, что у вас везде маленькие площади. У вас тут вот, танцуйте. Тысячи с лишним градонных метров. Вот одна секция, вот вторая. И какой-то такой... Это все наше, это все ваше. Нельзя не затронуть самую, наверное, печальную часть. В том, три года тому назад мы говорили о потенциальных жертвах, да? Сейчас приходится говорить о тысячах якутян, наших близких, знакомых, родных, которые стали жертвой этой напасти. Все-таки что было тяжелее всего с точки зрения руководителя и с точки зрения обывателя? Как обыватель воспринимал смерти того же, давайте вспомним известных людей, да? Артур Пахомов, Виктор Михайлович Данилов, да? Ой, не говорите, такие потери. Очень, да, такие звучащие имена. Первый врач, который погиб, пожилой тоже. Да. Это же воспринималось врачей. Я помню, у меня семья-то такая медицинская. Дядя родной был руководителем Сан-Виатсу в свое время. Когда умер Федор, по-моему, хирург, он что-то уже, говорит, и я бояться начал. А так вот он бодриком ходил. Вот как вы воспринимали все-таки, когда пошла волна гибели, когда с моргами начались проблемы и так далее, как все решилось? Это, наверное, важно для всех. Как власть тогда решила ситуацию? Был определенный период в работе оперативного штамма, когда мы понимали, что в целом по стране и что ковид, в принципе, ну и как же, как и в мире, ковид – это заболевание, когда мы не сможем вылечить всех. И не по причине того, что у нас нет лекарств, и не по причине того, что там есть какие-то сложности или нет навыков. Это все было по причине того, что это очень коварное заболевание. Для меня тоже, наверное, каждую семью это не обошло. И в моей семье мы потеряли и старшего брата, и потеряли племянника. Они были отягощенные заболеваниями, они не живут в Якутии. И, соответственно, мой звонок тоже Иркутскому замгубернатора был. Я не могла не использовать, так сказать, вот этой возможности ей позвонить. Она мне только говорила, Олечка, мы сделали все, мы сделали все. Значит, да, вот все, что мы могли, мы сделали. Я говорю, я верю, и вы были уверены, что у вас все есть. Да, у нас все есть. Для нас, ну, то есть я так же, как и все, находилась в таком же состоянии, как и все. Есть момент, который, я уже об этом говорила, был для меня самый тяжелый и шоковый. Он, наверное, был самым шоковым тогда, когда я вообще, ну, как бы я видела, как более спокойно по-медицинскому к этому отношула, отнеслась Лена Фраимовна Борисова как министр здравоохранения. Это когда нам нужно было решать вопрос по моргам. Ведь в Якутии, да, и в Якутске в том числе, не было на момент прихода пандемии морг. То есть мы понимали, что у нас есть две, ну, такие три задачи. Вот, как я часто говорила про КТ, это прежде всего КТ, потом ИВЛы, кислород и морги. И мы приняли решение, и в период пандемии мы закупали мобильный морг. А для того, чтобы это было для меня, наверное, таким самым тяжелым, потому что первая установка, которая была по ковиду, она была очень жесткая, как с точки зрения захоронения, целью нераспространения, да. И я сказала, что я единственная, что я не смогу выйти публично людям сказать, что они не смогут похоронить своих близких, соблюдая всех христианских традиций. Вот это была, наверное, самая тяжелая история. Я говорила это своим близким, очень так тяжело, но публично я этого сказать не смогла. Но это было тяжело. И если как бы все в основном помнят первого заболевшего, я помню первую смерть, я помню ее очень хорошо. Какие бы наши предупреждения не были, но тем не менее, женщина приехала с Улуса, приехала с рыбой, хлебосольно, собрала гостей и только. Мы не смогли ее спасти, наши медики. Вот я скажу, что первые смерти, конечно, были для многих шоком. А потом, когда появились вакцины, я очень много писала, что идите вакцинируйтесь, идите вакцинируйтесь, потому что я сама-то вакцинированная. Я очень послушный пациент. И потом, когда особенно очень люди начали умирать сильно, уже помного, я начала расспрашивать, а он вакцинировался или нет. Говорят, нет, он был антиваксером. Я тогда сразу успокаиваюсь. Я говорю, это был его выбор. Это он сам выбрал, жить или не жить. Все говорят, врачи говорят, апперштаб говорит. Я везде во всех публикациях пишу, что это спасение, единственное спасение. А значит, он не захотел. Это был его выбор, поэтому я сразу как-то себя... Это у меня защитная реакция, наверное, да? И я так, и у меня есть один рассказ, что каждый выбирает сам, жить или не жить. Это был их выбор. Поэтому здесь, конечно, тяжело. Конечно, очень тяжело. А мне говорят, ну и что, ты вакцинировалась, ты три раза болела. Я говорю, если бы я не вакцинировалась, три раза бы, во-первых, я бы не пережила. И, во-вторых, здесь бы я с вами не сидела. Только просто благодаря вакцинам, вот врачи меня не довели, то есть болезнь не пошла там до 80%, до 60% и как-то останавливали. Потому что организм ослабленный, у меня вакцинировано, и врачам я помогала. Врачам помогала себя спасать. Это же хорошо. Я правильно говорю? Да, правильно. Я помогала врачам. И я тоже писала, что вы этим поможете себя спасти. Вот врачам помогите. Как они спасутся? Человек не вакцинирован, везде ходил без маски, руки не мыл. Ну и что? Он сам выбрал себе это. Мы, безусловно, не могли объяснить случаи, тогда, когда возникали случаи, тогда, когда умирали в том числе и вакцинированные люди. Мы, в принципе, не могли этого объяснить, но сразу в результате этого было такое мощное давление общества. То есть, например, никто не смотрел на то, сколько спасено как таковой благодаря вакцине. Разные истории могли быть. Либо провакцинировали, может быть, одно прошли, второе не прошли. То есть, там же было несколько стадий. То есть, нельзя было сразу все объяснить. Но даже единичный случай, он был таким триггером. И опять все наши усилия по поводу вакцинации и так далее, они прям на нет спускались. Но мы вставали, объясняли заново о том, что у нас нет другого выхода, нужно вакцинироваться. Вот есть понимание, что его нужно побеждать, то, с чего я говорю, создавать вот этот некий коллективный иммунитет. Ну, раз в сто лет такое бывает. Вирус тоже живет вместе с нами. Поэтому надо его приучать жить вместе с нами. Мы все на этой планете живем. Еще один очень, наверное, больной вопрос для всего общества – это ограничение. Когда, ну, говорили, помните, Путин объявил каникулы и так далее. Те мои знакомые из числа предпринимателей, из числа… Вот вам, бюджетникам, хорошо. Вам дали отпускать, сидите, на удаленку переходите и так далее. А как нам? Как вот наша торговля, как вот наши услуги и так далее? Как нам быть, как выживать? У нас абсолютно такие же кредиты, как у вас. Вот эти ограничения, это… Легко ли вообще власть принимала вот этот букет ограничений? Тяжело. Тяжело. Мы обсуждали их, это, безусловно, решения, которые обсуждались у главы республики. Более того, на первые ограничения, на вот в оперштаб. Тогда, когда эти ограничения по предпринимательству обсуждались, очно были приглашены в соблюдение всех требований все члены правительства. То есть не все входили в оперштаб, да, безусловно. А вот были приглашены все члены правительства. Тогда это был Денис Белозеров, который курировал в том числе предпринимательство. Более того, мы с главой встретились на тот момент и с нашими общественными организациями, координационными советами. А ведь для нас главное, чтобы нас поняли, почему мы принимаем такие решения. У нас не было списанных решений, откуда они. Так случилось, мы до сих пор не можем это объяснить, почему. Но Якутия либо настолько мобильная, либо мы настолько гиперактивные. Но если в целом вся страна заболевала Москва, Санкт-Петербург, и за ней потихонечку уже к Дальнему Востоку шло. Мы заболевали с Москвой. Вот мы прямо на самых пиках, получалось, что мы примерно тогда же, когда Москва и Санкт-Петербург. Вначале к нам относились, особенно руководство российского Роспотребнадзора, с каким-то скептизмом. Мы говорили, что вы что-то, наверное, не доделываете. Вы что-то неправильно сделаете. А проверок много было, кстати? Да, было много проверок. И первая у нас была проверка, она была связана и представители Роспотребнадзора приехали. Они обошли наши больницы, посмотрели наши меры ограничения. Они сказали, так у вас лучше, чем у многих. То есть, главное, они смотрели главный критерий посмертности. И вот я всегда буду приводить эти слова, которые сказал главный эпидемиолог страны, господин Тестов, когда он поблагодарил Айсена Сергеевича Николаева, когда, конечно, у меня Лена Фраимовна и у Маргариты Егорной в этот момент ком встал в горле, когда он сказал, спасибо вам, глава Якутии, за сохраненные жизни. Потому что он четко понимал, он обошел всех больных. Он приезжал к нам дважды. И он говорил, мы не знаем, что надо объяснить. То есть, самое главное, что вы ничего не делаете неправильно. И получалось, что иногда очень многие меры у нас шли одновременно с Москвой. Чуть ли не опережает, да? Чуть ли не опережает. Да, есть ряд позиций. Ну, Москва всегда первая, поэтому не могли сказать, что мы опережаем. И поэтому, конечно же, многие позиции нам говорили, да вы там переписали с Москвы. Ну, неправда. Был четко выверенный план. Там был А, Б и В ситуация. Был план, как мы там открываем койки. Ну, и поэтому был план, как мы наполняем, куда направляем потоки людей. И были, конечно, кроме системных решений и точечные решения, которые нужно было решать быстро. И тогда вот и снимали. Ну, мы смотрим. Сегодня, например, Маргарита Егоровна дает нам понимание, как Игнатьева, да, что у нас идет распространение, значит, непосредственно в определенной части города. Да? Что там происходит? В этой части города у нас много спортивных объектов, молодежь. Смотрите, значит, мы принимаем вот это решение. Они все были выверены. То есть не было таких, что вот там огульно вся страна начала закрывать торговые центры, давайте закроем торговые центры. Мы понимали, что мы, вот у нас уже есть край не справляется. Да? Вот о чем говорит капитан Николаевна. Все, у нас больше некуда класть людей. Да? Нам придется отказать. Да? Тогда ограничение пошло. Для многих предпринимателей, и потом тоже я и постоянно же тоже общалась, да, как бы для многих предпринимателей ведь это дало еще толчок на развитие. Да, да, я хотела это сказать. Для многих. Очень многие говорят, та же доставка продуктов. Диверсификация, да? Да, определенная диверсификация. Вот я всегда буду благодарить Ирину Высоких, министра предпринимательства того периода, да, потому что один из вопросов, которые мы обсуждали на оперштабе, да, он касался двух позиций. Тогда, когда вот возникли солбанцы, так, товарищи, мы людей закрыли на две недели, они сейчас попадут в историю, которая называется, им нужно начать там, значит, сдавать молоко, потери, пожалуйста, компенсируйте. И второй раз тогда, когда, значит, непосредственно Ирина сказала, значит, так, у предпринимателей, у кого потери по аренде, хорошо, принимаем решение, госимущество, значит, определенного рода позицию выработаем, значит, они получат преференции, да. А потом пошли кредиты, в том числе и российские, и они были достаточно такими вот хорошими тем, кто работал в белую. Я, кстати, пользовался, как предприниматель, подал вот этот, то есть я смог попасть в реестр наиболее пострадавших отраслей, да, и получил вот эти 24, по-моему, тысячи первую. В принципе, это было... Ну, это же было... Значимо. Значимо, потому что, ну, пусть я и один работаю, но я же прибегаю к услугам других, там, и так далее. Это было очень значимо. Я... Вот к чему. У нас время, к сожалению, выходит, да. Это... Давайте мы расценим вот сегодняшние наши посиделки, нашим замечательным обществом, старых, давних знакомых, как некое вступление в большой вопрос. Вот еще раз продемонстрируйте, пожалуйста, вот оператору вашу замечательную книгу. Выходит сборник эссе Капитолина Алексеевой, коронный вопрос. Или выжить, чтобы не лежать в гробу без маникюра. Да, довольно хайповое название, но еще раз говорю, как литератор, как филолог, я говорю, написано очень хорошо, читается очень хорошо. Спасибо. И я призываю, все-таки не призываю, а предлагаю обсудить все те аспекты, которые в этом... Там же много всего. Там и отношения к собакам, там и отношения к каким-то тем вещам, которые происходили тогда в стране, то есть исторический фон даже. Там пожары какие тяжелые были. Все это накладывалось, абсолютно все, в том числе и вот ограничения, связанные с коронавирусом. И давайте вот это обсудим на некой панельной дискуссии с участием, в первую очередь, я прошу, как курирующий отрасль человек, чтобы работники медучреждений, я частично с ними работал, частично знаю. И как, вот вы вначале правильно сказали, в 22-м году последовательно была мобилизация. Но врачи-то, они мобилизовались гораздо раньше. Они встали на военные рельсы в 20-м году. Они справлялись с волной, которая... Ну, она ужасная была. Я помню, свой юбилей было 12 человек, чтобы не нарушать установок. Из 12 семеро... Потом надо помнить, Дима, о том, что вот это накрыло всю планету. Да. Недавно мой знакомый из Америки, они мечтали сделать круиз мечты в Африку. И вот они, значит, мне сообщают, капочка, мы уже поехали в круиз мечты. Потом, где-то через определенное время, я от них получаю сообщение, что мы вернулись из круиза, но это был не круиз мечты. Мы там заразились коронавирусом, и кроме стен своей каюты мы ничего не видели. И сейчас в Америке мы лечимся. Поэтому коронавирус не дремлет. Он и в Африке коронавирус, он и в Москве коронавирус, он везде коронавирус. Поэтому если говорят о том, что надо вакцинироваться, это не надо слушать как простой звук. Это касается жизни любого человека. И ребенка, и молодого, и мужчины, и женщины, и пожилых тем более. Поэтому вот у вас истекает срок вакцинации, пожалуйста, вакцинируйтесь, я обязательно буду вакцинироваться. Потому что народ расслабился. Народ расслабился. Как вы относитесь к этой идее, чтобы устроить широкое обсуждение, на самом деле, хорошие вещи, хорошие книги? Я вообще, я сейчас, наверное, это скажу впервые, говорила в одной из своих статей. Я так же, как и все, боялась заходить в красную зону. Но тогда, когда я узнала, что в красной зоне лежит Капитолин Капитолин, он человек, которого я не знала, не видела. Я читала только ее эссе. Я, как бы, в любом случае, да, я приняла решение, что я сказала, хорошо, одевайте меня, мы пойдем. Я это сделала, скрывая от министра здравоохранения республики и от главы республики. Они не знали, что этого сделала. Я зашла для того, чтобы понять, как там внутри все происходит. И тогда попросила Капитолину, пожалуйста, вы нигде об этом не говорите, чтобы мне рассомнили, чтобы Алла-Конна пришла с Никит Пиаром. Для меня было на тот момент очень важно понять, да, ну, этот человек нас все время поддерживает. То есть вот он незримо, да, как бы, нас как-то поддерживает, не зная меня, не зная, там, систему, не зная, никого не зная, да, как бы. Это не было, открываешься халайф и понимаешь, что, о, есть человек, который тебя тоже понимает, и он доносит. И тогда я понимала, что это как мой подбрифинг, да, такой в виде эссе. Поэтому, конечно же, да, обсудить это нужно, то, что было написано. То, о чем ты сказал, Дмитрий, да, это действительно так. Мы же не жили одной короной. У нас были сложные времена в это время, одновременно с пожаром. У нас была сложная политическая обстановка. Если уж так ее оценивать, да, она была не только у нас. Она была в целом в стране, связанная с теми же событиями, да, которые вообще в целом на Дальнем Востоке происходили. Мы пережили выборный процесс, мы переживали принятие изменений в конституцию достаточно глобальной. Которые тоже немного сложно шли, да. А главное, что мы продолжали развить. Мы не завалили ни одного объекта. Путями вообще невероятно. Какими? Ну, закрывая, условно говоря, строителей, которые зашли на Нюрбинский детский сад, по-моему, Джуймовочка с самого начала. То есть им уже надо было давно уезжать. Мы их просто не выпустили с Камьи, но вы его достроите. Да, чтобы все объекты мы ввели. Было очень сложно. Поэтому жизнь развивалась. Я думаю, обсудить с медицинской общественностью, я думаю, это очень хорошая идея. Не только с медицинской, я думаю, с общественностью в том числе, потому что, еще раз, следили за событиями с тревогой, кто-то с пониманием, кто-то с некими аналитическими какими-то вещами. Очень многие. Многие думающие люди просто... Ну, я вам сочувствую. Просто видя через брифинги, да, и зная вас лично. А сам говорит, а почему я пишу, что бедный оперштаб? Нет. Нет. Ну, я-то, скажем так, старый провокатор. Реально, вот и Елене Афрамевне, и Ольге Валерьевне я не завидовал очень сильно. Ой, конечно. Да, потому что через столько пропустить, в одночасье оказаться решителем судеб практически всего населения, это очень большой груз. Груз, это страшный груз. Но у нас очень мощный глава республики. Он настолько всегда сохранял нашу возможность быть вообще уверенным в том, что мы все делаем правильно. Что даже, знаете, я была уверена, что у меня там глыба за спиной, и мы выдержали все вместе. И у нас замечательные врачи. Тем более. Я много раз общался, и еще раз, предложение остается в силе, и я как журналист, как обозреватель. Подожди, Дима, я считаю, что вот эта книга, это ода нашим врачам, нашим медицинским работникам всем, начиная с санитарок и кончая главными врачами, и, конечно, нашему оперштабу. Я все время так гордилась ими, потому что я видела, какую страшную работу они делают, какую ответственную. И благодаря им, вот, например, я очень большая группа риска, очень, прямо первый кандидат, да, вот выжила и сижу с вами. А вы помните, как Ольгу Валерьевну приходила? Вы знаете, Ольгу Валерьевну, я вживую, конечно, я не встречалась, но по телевизору, значит, наша блондинка, наша блондинка. Все же, какими только словами не обзывали их, да, ладно, и вдруг, значит, этот, ну, я лежу в обсерваторе, я там лежу, значит, со всеми это лечение проводят, и вдруг, значит, они же все в скафандрах, и вдруг ко мне подходит один из скафандров и говорит, Капитолина Капитоновна, это я, Ольга Валерьевна, я чуть с койки не слетела. Я говорю, ну, я правда, и думаю, вот так, первая встреча, думаю, в скафандре. Ну, вот, пришла, пришла, я, конечно, для меня это было так неожиданно, думаю, ну, надо же, ага, вот, видимо, в этот момент с проверкой. Ну, прямо спасибо, я действительно чуть с койки не упала. Была такая история. Я серьезно, вот этот, я как возрыватель буду держать на пульсе вопрос с широким обсуждением этой замечательной книги, потому что те деяния, не только оперштаба, врачей, всего медицинского персонала, те деяния, которые предприниматели, всего населения, каждый из населения, он тоже акт гражданского мужества совершил, идя вакцинировавшись, соблюдая вот те ограничения, которые предписывались. Он не хотел, но он делал. И, на самом деле, вот эта вещь, она требует, ну, хорошей, красивой такой завершающей точки. У нас коронавирус переходит в разряд сезонных... Орвей. Орвей. Надеемся. Очень на это надеемся, если не выйдет какой-нибудь супермутант. И программа «Один из нас», ну, на самом деле, очень живая, очень так по-хорошему. Поговорили о тех очень непростых трех годах, которые пришлось пройти не только Якутии, не только Якутску, но и всей стране. И всей планете. Всей планете. Ни в Милане, ни в Сингапуре никто не был застрахован от того, чтобы не оказаться в грубу, как вы говорите. Да, без маникюра. Программа «Один из нас» Ольга Балавкина, зампред правительства, и капитана Алексеева, автор замечательной книги «Коронный вопрос». Увидимся.